всем привет и подписывайтесь на канал на тубе ну что у нас сегодня четверг 19 января крещение да сегодня светлый праздник крещения господне да секс этим замечательным праздником владик у нас кстати время уже 5 минут 10 минут понятно я только что приехал с работы с 11 пораньше да вот принципе хорошо прошу вас побед дела статья нам надо идти до банка сейчас встретил на первом этаже в лифте и маму до поцеловали до к счастливым детском саду немножко поднимал автобус ну быстро доехали нормально на улице поморозит небольшой так варик у нас уже собрался покушал применила я сейчас тоже принципе быстренько моюсь потому что получила ранее татьяна сквозь есть магазин нас молока нету нет нет ничего нет короче чтобы возможности курит куплю плюс еще один так хорошо то что попало и принципе все не пойдем на примеру фильма тридца и все сходишь на это какой-то хотел что-то еще там будет не знаю посмотрим как вот дела нормально не самое главное все хорошо не болит я принципе тоже немножко все это дело проходит все равно сказки на работе на станет если честно потому что степи вытяжкой бывает пробежать все это потеешь и потом продувается равно повода такая то что сейчас начинается грипп уметь и левень грипп все такое простудные заболевания уже много зафиксированных случаев грянской власти колузской области дай бог зима конечно для меня не очень это оказалось так ну что в принципе сейчас быстренько моюсь здесь 15 точно 9 что где это на поехать до ленты потом здесь что я уже купил билеты буквально 6 утра когда уехал на автобусе и потом уже раз приеду 12 татьяна раньше пойдет а я прямо прямо там поеду хозяев квартиры еще закупить документ какие-то забрать для банка и потом мы идем в банк сегодня уже документами все это уже будет в принципе после же снимаем не знаю посмотрим по времени татьяна идет чтобы там делать какие-то поделки в саду я так понял не знаю вчерашним разговором вот не ожидал всем привет но получилось по работе что все сделали все хорошо и получилось пораньше приехал ну вроде как то все сейчас буду развиваться мыться и уже увидимся перекушал то есть хочу и увидимся немножко уже похоже еще раз всех с праздником готов а куда и девать краску пингвин ой господи как он замерзли ужас какой-то такой у нас пингвинчик и наша машина молния макарин когда мы там полагаем а нам вообще ничего не осталось в этих краске всем привет подписчики канала на youtube и так на 19 января крещение всех еще раз с праздником я только что пришла из садика время у нас уже двенадцатый час начало двенадцать двадцать двенадцать наверно где-то так ужасно замерзла нет никаких сил вообще как бы тепло не одевались и подвес пары сменных перчаток собрали все равно все промокли все равно все мокрые замерзшие и не помогал не хорячий чай вообще три часа считай в одном тоже в одном положении не двигаясь лепили делали там правда когда копали да копали как-то более не согревались ну а когда вот именно уже там вылепливали то уже было как-то холодно совсем холодно под конец уже вообще все позамерзли я сняла немножко на телефон обзор того что мы сделали и как бы ставлю его уже после выступления после приветствия конечно здорово поработали довольны собой довольны то что у нас получилось сейчас я иду пить горячий чай надо хоть что-то перекусить ну типа пить чай обязательно горячего я не могу у меня пришла домой даже не могу до сих пор согреться у меня ни руки ни ноги вообще ничего не чувствуют Сережа наверное ушел в кино я даже не знаю потому что утром мы с ним буквально пару словах пару слов перекинулись и больше не созванивались как я понимаю он поехал в ленту и наверное пошел в кино а я пока буду греться отогреваться и увидимся немножко позже приехал Сережа из магазина из кино не выключай не холодно не холодно не холодно ну вот правильно Сережа я там промерзла просто я до сих пор не могу вроде раздеться меня до сих пор трясет просто Солнышком останавливается а за улицу да Солнышко здорово а? снимал Солнышко нет я там сняла немножко немножко я как говорила при родителе а кого не стоило еще не стала снимать с сумками ну и скилок вообще быстро вышел глаза закрываются вообще когда на 5 на новую голову в кинотеатре угу когда там темные моменты были ну что сказать кто смотрел первые E3X это было в принципе очень давно 2003 год наверное четвертый не помню когда еще у меня издеверал первую самую часть мне потом когда там было продолжение шпигаса первая часть была получиться в первой части лучше здесь собрали всех иксов как будто вообще в этом фильме ну в принципе нам нравится экшен погони стрелялки там у в принципе стреляют гоняются конечно много таких моментов наигранных сказочных ну на этом и есть такой фильм так что советую сходить посмотреть на 1 раз как скачу но народу было такого не было раньше четно все было премьерный показ он 3d идет когда побед ну так что кому нравится совет мне немножко не знаю почему то что вот это стреляло много ну смотреть на 1 раз как ходить все свои ритуалы не знаю теперь мы собираемся сходить с Таней на Мюзикл тоже по отзывам кому нравится кому нравится но все равно больше нравится не знаю в принципе говорят что пророчеством Оскара посмотрим это 10-20 кино сеанс ну 12 были нормальные а то как обычно в понеделье были в вип зале завтра начинались первые сеансы да посмотрим это как бы завтра ладно ничего так ждем Владика что-то нет телефон у нас на зарядке стоит у него а что не взял ну Сереж я же сказал возьму телефон позвони маме хорошо и все ну хорошо в таком зарядке остался стоять ну я не забыл маршрутку я уже возвращал вот так ладно в принципе сонная тетеря сегодня я приехал посмотрел чего нету того и взял больше я не знаю что-то еще было не знаю у нас вот слава богу пришел я вообще уже пришел наш Владик с тренировки забыл да я забыл на зарядке телефон сейчас будет вкус мой мой так здоровый вы это покачили перья да понравились детям очень понравились мелкие не знаю ну ладно попробуем теперь это наши кошки вот колбаса мясная кошки Феликс не знаю крюченая не знаю не знаю крюченая так мы не ели сережа не пробовали маленькие было но я вам не крюченая написано не помню нет не было там не знаю как обычно рыбка ай вкусняшка и бас просто я думала что если Сережа приедет в обед сразу после садика поехать за рыбой потому что я хотела рыбу но да скорее всего не будет потому что я не успею просто охлажденную всю рыбу 20% я судя не знаю будет там там вообще хотел горадо взять но горадо не было был сибаций по 150 а вышел 440 рублей на килограмм получается большая рыба большая на полтора килограмма я взял при рыбе ну ладно поедимся за 1 месяц берем рыбу ну да такую 1 месяц ладно там собачки есть да сибас видишь у нас сибас она не любит сибас сибас так яйца да закончились молоко лето бананы бананы и сыр шел 3 по цене 2 взял разные российские гауда и 3 упаковочки щели нет ну ладно нет 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 щели это йогурты 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 доктор кормят кукурузно-листовый петли continues йогурты небольшие файл окульт а что у нас пельдоры закончились огурцы вообще плохые зелени нету зелени я знаю что у вас есть есть Я знаю, я тебе сказала, что у меня что-то оставалось Я так еще не стала дойдать за него Так ладно, взял помелочи Помелочи, как всегда, по деньгам Ну правильно, рыба, потому что сразу На вещи, по-моему, вышло Это же рыба сразу здесь Где она на 300 или 400 Что-то все вышло За 300? О, боги! За что? За что? Ну да, там рыба 6 рублей только вышла, правильно? Поэтому остальная помелочка Обычно набирается Это вот 800, получается 803,11, это без акции, да? На сумма вышла Ну да, и 20% 160 рублей скидывается Ну вот, считай, да На касте пробивается 640 получается Ну да, 640, обалдет 640 рублей Ну еще, по-божески Это не который был по 700 почти Которая была в Турецке уже Себас Он дешевле Рада была, она вот была До 400 с чем-то рублей А вообще не было Там мелочевины давали А так Этих стейков лосося, кита, навалом Ну стейки в смысле 1200 Цена вообще Хорошая 1200? 1200, 900 уже Поменьше Ну 1200, там как раз Два стейка на На килограмму зависнут Ну 3 точно 200 будет Хорошая стейка Ну там нависка За тысячу рублей За тысячу рублей Все стейки Как-то они Сделать рыбу Действительно Там самому купить Тоже самое киту И нарезать их Да Так Ладно Все Убираем Покупки И Ну да Ты По делам Потом я уже говорил Ну да Увидимся Попозже Так Вышла я уже из дома Сейчас Отправляюсь на маршрутку И еду сначала к хозяеву Квартиры Забрать документы Оставшиеся Которые он вчера Одни не довез Другие Он просто про них забыл вообще На улице у нас морозная погода Светит солнышко Очень хорошо Ну Ну не знаю Сколько он Минус 6 Системы Потому что Судя по последним дням Плюс Потом небольшой минус Сегодня намного холоднее Так Теперь жду Маршрутку Приехала я уже На место Почти Как раз я недалеко От точки партизан Здесь работает Ай-яй-яй-яй Наш Илья И сейчас буду искать Номер дома Я вообще Номерации не вижу Куда мне идти Скользко вообще На улице Тут хоть бы не посыпано 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 А Там даже ступеньки Когда спускаешься Нигде не посыпано Господи Где номерации Дома вообще Мне нужен номер 7 Но я даже не вижу Ни одного номера По какой стороне вообще идти По той Почетной Или по нечетной Непонятно Буду искать Здесь Я на этой улице Ни разу не была Мы только здесь проезжали У нас по-моему Раньше здесь Маршрут номер 10 ходил Наш маршрут Какой от нашего Дома прямо Мы Всегда ездились Надо было в эту сторону По ней Но Пешком я здесь ни разу не была Буду искать Знумерация домов Для начала Ну что Я дома Приехала уже Часть назад Занимаемся Тут Делами Можно так назвать это Делами Короче Побыла Я на встрече с хозяевом И должна была забрать документы Но у нас Опять все не срастается Встречу в банке пришла Встречу в банке Нет Я была Я была в банке Встречу в банке Да Я обязательно с Сережей не приезжала Я сама была в банке Встречалась с нашим Менеджером Дело в том Что у нас Ипотека уже Одобрена У нас уже все Все документы готовы Мы Нам только подавать Документы в банк Грубо говоря Мы ждем все документы От Подавцов Квартиры Ну и связи с тем То что я сегодня Просто была взбешена Нашим разговором Вообще О том что Нам надо уже Тоже нам Подавать Потому что мы Хотим уже свое жилье Мы хотим наконец-то уже Жить в своей квартире Потому что сейчас мы живем На птичьих правах Не тоже на птичьих правах Можно так сказать Просто мы Как и все Принципе Продавец Покупатель Мы хотим Страховаться на Маленькую сумму Вообще Для них Для двух хозяев Очень маленькую На взаимородных условиях Но уперлись В эту влажную цену И ни больше ни меньше Это конечно тоже не делали Ну и плюс там еще Да с документами Не все Да Дело даже не в том Что уперлись на эту цену Там плюс документы Самое главное То что мы документы До сих пор получим Сегодня просто я уже встала в позу с ценой И сказала Я говорю Все Или давайте избавляйся Мы ждем как бы еще немножко Или вы Но он стал в позу с ценой Ни туда ни сюда И плюс ко всему Еще с документами Не все в порядке Естественно Я вообще была с ним Просто сбешена разговором Да Они сегодня сами будут Что-то там решать До вечера Но мы в принципе тоже Не теряем времени Мы ищем жилье Ну сейчас два варианта Таня пойдет Двум вариантом В принципе один Во дворах В наших Да другой чуть-чуть подальше Вариант Ну метров 800 подальше Примерно Ну две квартиры Две квартиры хорошие Еще для МАХ Один 11-го года постройки Это ладно Просто честно Нам надоело ждать Нам надоело жить На птичьих правах Или продаются Квартиры Вот И цена кстати ниже И цена ниже Да Причем в двух вариантах Цена ниже И Дома новее Дома Кстати Можно задать вопрос По поводу залога Потому что да Мы отдали большую сумму Как бы залог уже за квартиру У нас это все оформлено документально И По договору Они нам деньги Обязаны вернуть Потому что Ну во-первых У нас не прописано в договоре То что залог не возвращается Это раз Особенно такой Да Особенно такой Это не 100 тысяч залога Грубо говоря Во-вторых то что Ну у нас были такие условия скажем так В данной ситуации Потому что мы устали ждать Мы хотим уже свое наконец-то жилье Сколько можно Мы сейчас получается живем Мы не платим Опять Получается ерунда Просто мы боимся Опять с этой заявкой С нашей Пролететь Во-первых Пролетели с заявкой Прошло и там 4 месяца Что за заявку мы пролетели А мы об этом не говорили Ну получилось что Мы не одобрили Какую-то сумму Нам не одобрили Не говорили по-моему Не говорили по-моему Не говорили Самое интересное Что тогда нам эту сумму Не одобрили Сейчас нам одобрили В три раза больше Чем просим Да и плюс Меньше процентов Еще и проценты нам уменьшили Спасибо Сбербанку Нашему родному Вообще Вообще не понимаем Почему 딱 получилось Вязковой инститент Нам одобрили вообще маленькую сумму Мы подавали уже заявку Я большой учителя без некого Здоров 통 Нам одобрили маленькую Ну как На тоже маленькую сумму Но на очень did not Подготовлено По тому что мы просили А Сейчас мы подали заявку Сбербанка Нам одобрили В два раза больше Пролетели В два раза очень И в этом Italy Да Ты нашeste Ешь Ну, видно, какие-то свои нюансы у них есть, которых мы даже не понимаем. Через полчаса я уже встречаюсь с человеком, смотреть квартиру. Нет, просто я хотела сказать, мы просто сейчас живем, грубо говоря, непонятно как. Мы уже не платим аренду квартиры, мы платим только коммунальные платежи, ну, так как мы уже дали как залог за квартиру. Мы, да, просто оплачиваем коммунальные платежи, как положено, как все это платят. Но в то же время мы пока не являемся хозяинами квартиры, и нас это, естественно, не устраивает. И ждать... Мы сегодня должны были подавать документы. Да, мы должны были подавать уже все готовые документы. И ждать. Мы согласны, может быть, там еще продолжать немножко, если они там вступят хотя бы в цене. Но они, типа, они в цену вперлись в 3 миллиона, и ни копейки, ни больше, ни меньше. Поэтому сложилась такая ситуация, что мы решили больше не ждать. Точнее, мы ждем, точнее, мы ждем сегодняшнего дня, максимум, завтрашнего утра. Ты посмотришь на квартиру, снимешь... Да, а если я вообще, если меня там строят там все, я вообще не забираюсь, боже, никого. Потому что, честно, надоело. Ждем у морепогоды. Разница, в принципе, даже самое свидание, это 700 метров, в принципе, я считаю, это... 10 минут максимум. 10 минут пешком максимум. Да. Да, для нас это еще меньше, потому что, просто, честно, ну, надоело, сколько можно жить, непонятно в чем, непонятно как. Там район такой, ну, тоже считается, пятый, по-моему. Пятый микрорайон, это наш... Матчетвертый. А пятый? Пятый у нас микрорайон. Там новостройки, там считается. Там как новостройки, считается, да. Но просто, да, уже сколько можно тянуть кота за хвост. Мы же, хочется уже свое жилье, наконец-то, хочется, чтобы что-то делать. Так, ладно, ты не успеешь, я буду ждать. Успею, я успею. Я не осталась, я ищу тебе. А, ну да. Ну, просто у нас то, что такое, все собрано, все готово, мы уже, все, уже такое приподнятом настроении, что мы с ним подадим документы, наконец-то, на нашу квартиру. Я вас собирался, и мне сказал, что, да, извините. И тут такой облом. Нет, ну, все равно это дело, вообще, долго. Честно, я... Нет, ну, понятно, что там не за один день все оформляется. Ну, хотя бы мы уже подали документы в банк. И я думала, что сейчас выйду, поснимаю там, где-нибудь, на площади, ну, там, в центре. В итоге я вылетела, вылетела от нашего хозяина в таком настроении, что я была готова убить всех и вся в этот момент. Просто на нервах, просто уже надоело это все. Я, естественно, не стала ничего снимать, только созвонилась с нашим менеджером. Я вообще, как бы, думала, ну, хотела перенести встречу нашу. В принципе, как-то, чтобы скидывать. То же самое, в Рудином, то же самое. Мы скидывали те самые 200-300 тысяч, скидывали с квартир, и ничего. Если люди хотят сами заинтересованно побыстрее продать... Дело даже не то, что заинтересованно продать. Просто эта квартира столько не стоит. Это мы... Просто они сыграли на том моменте то, что мы здесь живем, и то, что у нас здесь рядом школа была. Тоже нам рядом с детский сад. И, честно, мы сами не против, мы сами не хотим с этой квартиры встречать по-честному, если быть. Потому что мы уже реально к этой квартире привыкли. Нет, есть ли вариант. Но мы на нее не согласны, потому что цена намного ниже, но там надо очень много вложить в нее, чтобы ее отремонтировать. Нам она обойдет... И сейчас она тоже завышена. И она завышена, цена... Какому она сейчас в стильную завышена? Она завышена, да. И в нее надо вложить еще... Ой-ой-ой, чтобы в ней жить. Потому что даже... Там даже нет социального ремонта, можно так сказать. А так, это же тоже на то, что выходит и миллион. Если по-хорошему, так же она и выходит. Да. Только нам еще возиться с ремонтом во всей квартире, имея троих маленьких детей на руках, ну, троих детей очень на руках. Поэтому это, конечно, тоже далеко не вариант. Посмотрим. Все, я отправляюсь смотреть квартиру. Да. У тебя камера на стоя получила. Пойду снимать... Для меня. Снимать я не буду. Для меня. Для зрителей наших, потому что это как бы... Да, потому что это сейчас пока только наша личная. Пока мы будем смотреть, выбирать, решать вопрос уже конкретно с жильем здесь или же не здесь. И все вы узнаете, все мы вам покажем, все мы вам расскажем. Пол шестого и восемь часов. Да, у меня сегодня две квартиры. Пол шестого вечера. Ну, у нас тут люди нашли, которые... Мы нашли, которые у нас район где устраивает. Еще есть квартиры, но это... Да. Больше не смотрел. Да? Нет. А что, мне казалось, что уже... Через дорогу я не рассматривала. А, через дорогу ты не рассматривала, это проверение, да? Через дорогу я не рассматривала, это проверение, да? Ну, почему тебе он не нравится? Нет, подождите. Сначала, да, сходим вы эти две квартиры. Просто там живет моя подружка. Поэтому мне этот дом нравится уже. Он стареет вообще с 79-го года. Там живет моя Машулька. О, вон оболтали на 8.36. Там двор напоминает вообще висеть на 5 этаж. Люди на бал. Нет, дело не в этом. Дело в квартире. Дело... Люди на... Сад рядом, школа рядом. Да, нет, я имею в виду, это просто... Дело не во дворе даже. Дело в том, что нам нужна квартира хорошая. Чтобы мы не то, что могли въехать, ничего мне не делать. Ладно, Таня, давай. Время, время, цыгель, цыгель. Чтобы уже купить свое жилье, наконец-то, да. Да, настроение подпортилось. На самом деле, испортилось, не подпортилось. Просто, я бы все знал бы, я бы сегодня пришел бы и лег спать. Я сегодня... С ночи, да. Я сегодня... Минут потемарил. В кинотеатре в авто 8, наверное, минут 40. Да, просто никто этого не знал. Мы сегодня... Сегодня проем будет по-другому день. Все же бы выспался об этом проем. Ладно, ладно. Так, все, ладно, увидимся немножко попозже. Я уже подошла... Так. Так, да. Я уже подошла к дому. Наверное, это вот этот дом. Именно вот не панельный, как называется, шнурокоплочный, как на самом деле, не знаю. А вот именно вот эта часть кирпичная. Это вот, наверное, очень. Дома, где продается квартира. И что-то здесь вообще не ориентируюсь, не нормально. Как куда мне дальше идти. Наверное, где-то здесь арка должна быть. Только где она и с какой стороны к ней подойти, я понятно не представляю. Потому что здесь мы не были ни разу. Не знаю, чем проходили. Только немножко с другой стороны ко мне. К этому году, наверное, по лету здесь гуляли. И, как я понимаю, где-то недалеко, если, наверное, где-то находится развивайка. Когда я ходила туда, водила Илюшу. Если я правильно понимаю, если я сейчас... Просто я шла с одной стороны, а развивайка находится с другой стороны. Так. Сейчас будем искать, где-то арка и как нужно туда зайти. Вначале, я понимаю, зайти во двор вообще. Всем привет. Да, всем привет, Вероника сказала. Собраю Веронику, Илюшу. Илюшу там в себя. В группе с Машей там. И с Димой. И в группе, а на улице. На площадке. О, Вероника показывает, что тут мама что-то сделала, да, с родителями? А что это там? Машина? Машина такая, молния Макуин. А еще что делать? Вероника, колобок. Вон, я видел. Ну, вот он, колобок. Вот, как у колобок. И грибочки, да, возле колобка? Это вкусно. Вкусные грибочки. У них есть нельзя, они из снега. Они из снега. Из снега, да. А еще что, смотри. Кто там? Урочка, да, или кто тут? А, пингвин. Пингвин. Вот такой пингвин. Татьяна снимала в инстаграм. Красивый, да, пингвин? Вы еще не играли еще с ним, да? Мы же на улице сегодня были уже. Да? Вероника, все, пойдем. Пойдем-ка, Илюша, смотри, где там Илюша. Илюша на своей площадке тоже что-то там. Пойдем. Красиво, да, площадка? Пойдем. Да. Да, да. Пойдем. 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 Маму же звонил. Вот там сюда, вместо идет. Оп. Полно что-то вечер, ветер поднялся. Илюша там, смотри, сейчас в площадке в группе с Димой, с теть Машей. Да? Пойдем смотреть, Илюш. Всем привет. Вот, Илюшки, Илюшки. Всем привет. У нас елка там стоит. Где елка? Я не вижу елки. Да, на участке. А, ну там не поснимали, там, да, родители тоже что-то делают. Подкрашивают. Давай ручку, Ироника, щечки красные. Как дела в саду? У нас украсит, у нас участок там. Ну, вас еще не покрасили полностью. И Роники еще не покрасили. А вас еще полностью не покрасили, да? Роники еще уже все покрасили. Да. Тебя покрасили. Покрасили, покрасили. У всех, видите, у всех такие, да, поделки в группах? Снега, снега много, скажем, выпало. И все делали поделки. И здесь тоже, вон, крепость. Илья, давай аккуратно. Снега. Это вы здесь играете, да? Да. Да, прыгаете, бегаете, аккуратно. Не ломай только, Илья. Тоже тут сделали группу. А? Пойдемте, пойдемте. Сейчас зайдем еще в магазинчик, пойдемте. Что-нибудь вкусненькое куплю вам. Пойдемте. Ку-ку, Илья, пока. Пока. Да, Вероника, пошли. Илья, что, да, нет. Аккуратно, 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 аккуратно. Видели. Вы же гуляете сильно? А? Гуляли сегодня. Нет, мы сегодня не гуляли. Нет, днем. Мы гуляли. Мы гуляли. Итак, ну что, у нас уже приготовление идет. Ужина. В принципе, то, что сегодня говорили, что делаем себас. Детки обрадовались. Да, детки, они с ним и илюшу все, себас, себас. Нет, и Вероника тоже рыбку хочет. Да. Смотрит ролики. Прекрасно. Ты снимала, когда приходила? Нет. Да, смотрела и квартиру. Посмотрела и квартиру, конечно. Ну, я тоже посмотрел, но это, конечно, не то. Не то. Потому что там, в принципе, я сговором говорю, что есть ремонт такой. Двух комнатах. Меньше половины. Да. Получается. Ну, так, он как бы средний. Комната стандартная. Что, зал, что комната. Сто 13 метров. Огромная кухня. Но, опять же, кухня без гарнитура. Если туда поставить гарнитур, то надо еще 100 точек, даже больше. Потому что они забирают все, кроме варочной панели. Ну, там есть варочная панель, шкаф остается. Нет, ну, из техники варочной панели. А из техники остается все. А, они все получают. Машинку стиральную и все. Ну, даже факт не этого, то, что далековато. Все равно, вроде кажется, варокое подозрение. Ну, по мне далек. А, наверное, когда вышли уже из этого, ну, из дома, как вали квартиру. Выйдите на Романом Брянском. Вам так ближе будет выйти. А, как мы через куб ходили? Ну, да. Как развивать. Ну, через куб получается. Через куб. Ну, короче, я как-то вышла вообще. Бог же знает. Как я прокляла весь мир, когда я дошла до нашего мини-рынка. Тебе через 20 минут уже. Без 20. Да, через 20 минут еще смотреть рядом с нами квартиру. По-моему, уже все готово. Я теперь сейчас... Себас, домой мы ели. Себас, по-своему, рядом мы брали в два раза, да? Таня уже хорошо все. Да, все. Крупные рыбки вообще. Очень крупные, да. Так, приправа у вас. Ну, как обычно, рыбная приправа с соусом. Я отдельное видео снимать на нее не буду, как вы просили, потому что уже тысячу раз это делали. Себас, до раза мы снимали. Там нет смысла сделать отдельное видео на эту тему. Очень давно, когда уже не жили в Ремске, мы там брали. Да, поэтому нету смысла. Там все будет объедение. Да, а так... Раз, вы сможете подводить на мою руку. И на гарниру у нас будет кабач. Я сейчас у нее расстроенная, скажем так. Я сейчас вообще очень расстроенная. Тать, мне еще расстроятся, что неправильно. Все. Знаю, раздражает меня. После этого разговора мне все вообще раздражает. Ну ладно, все, посмотрим, что будут звонить вечером, так что... Ну да, наши должны позвонить же. Сами. Нет, мы сами позвоним. Нет, мы сами будем... Ну я вам взяла раз утра позвоню, если бы позвонить. Нет, 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 нет. Зараз у нас утра... Ладно, я не хочу заразить вечером, закончить, что-то делаю и все. Раз заработал плохого настроения утра, мы собрались в кино эти. Не надо. Ну да, по сути, ты право, значит, у меня опять испортится настроение. Нет, почему? Если, честно скажу, если не уступит, конечно, мы будем искать другого. Даже не уступит, даже на сколько можно ждать. То документы, то мы не уступим. Как бы сказать, мы подождем, мы уступите тогда. Потому что, ну просто это реально квартира столько не стоит. Потому что там было мало процентов, у меня он и все. Я поставил в релтору. Поставил, да? Я ставлю, переживаю, думаю, господи, когда я позвоню релтору, которая зашла подъездом и сразу выключилась в подъезде. Отключай, я сейчас подожду, смотрите, еще одну квартиру. Ну так, вот этот, который мы сейчас прямо смотрим, квартиру, по фотографиям очень хорошая. Но опять же, опять же по фотографиям. Потому что там правильно, там было выставлено две фотографии, ну с ремонтом, который мы сейчас смотрели. И все. Остальные не были. Остальные, да. А тут уже выставлены все комнаты, все. И, кстати, тут, думаю, не кирпичная ставка была, а монолитная. Да, кстати, нам сказали кирпичная ставка. Я тоже в ролике об этом сказала, когда взяла с него о том, что типа не в этой ставке монолитная, да? Монолитная. А если шлакоблочная сказала? Ну, нет, как шлакоблочная. Ну, я просто не знаю, как правильно. Я думаю, что такой шлакоблок стал себе. Это считается, как сейчас, как раньше эти панели были, как сейчас, это считается то же самое монолитное, потому что раньше эти плиточки тут все были, панели, панели. Да, а в итоге казалось, что это даже дом не сам вообще выдастся, ну, почему монолитный в этой стороне. Ну, не знаю. Вообще, я не в восторге. Во-первых, я в неотопик квартиры, у нее надо срама вкладывать. Ну, что вы не смотрите? Всем привет, вы здоровы, шлакоблочная. Да? Всем привет. Всем привет. И... Пула! Пула! Вот, смотри! Пула, а как арбуза. Так, вы смотрите, уроки? Так, короче, на карнир у нас будет кабачок, и картошка, и перец, и перец. Да, это мы будем делать в мультиварке, да? Да. Владислав, у нас тоже, кстати, дома сейчас делают уроки на завершний день. А завтра у него вообще что-то вообще-то непонятно. Конечно, сколько будет. Не знаю, что вообще-то так будет. Я даже звонила мамочке, с другой, кто знает, что они будут ответить, я тоже вот не в курсе, когда вообще их вас бы известность не поставили, что ли? Так, ладно, все, в принципе... Показали, что мы делаем, это что, что делать, что они еще? Французский, итальянский, что ли? Французский, итальянский, что ли? Конечно, пока что. Откроем, откроем. Так, ладно, в принципе, готовим ужин, и уже... Такая она поснимает, к дому подойдет? Не поснимаете, на так будет. Там все говорит, просто показать дом. А, ну да. Сам дом, куда идем. Ладно, давай. И увидимся же потом. В принципе, такого особого ничего у нас не будет. Ну, да, как обычно. Как обычно мы делаем гарнир и... Ну, что еще у нас, не знаю... Салат у нас ничего не будет. Ничего не будет. Я уже второй день, когда я делал себе салат. Хочу салат и у меня, ну, все. Я знаю, много рецептов знаю. Очень интересно. Это отдельно делаем. Ну да, второй или третий день пытаюсь это сделать, и мне еще никак не хватает на это времени. Себас, будем кушать Себас. Я буду кушать Себас. Ты будешь кушать Себас? Угу. Она ведь второй попробовала. Выйдай минуту, Сережку. Ты не будешь. Я уже пришла домой. Не стала снимать там, потому что было, правда, темно. Даже дело не в темноте. Просто очень быстро так все получилось. Встретились. Себас, Себас. Ты Себас хотел. Здрасьте. Сейчас, доченька, я почищу. Хорошо, рыбку? Дочь. Вот так. Подожди, Леня. Сейчас разберемся что-то, то, что хочет. Садитесь, садитесь. Дочь, я еще почищу, будем кушать. Садитесь. Поэтому некогда было снимать. Очень долго, потому что очень долго времени провела. Тихо провела в квартире, смотрела. Садись, я. А? Я смотрела. В квартире смотрела. Ну что могу сказать, квартира мне очень понравилась. А садом? Очень хорошая квартира. А садом? Все есть. Ну и я потом скажу. Ну и я потом скажу. Когда у квартиры поступать получается. Если же нашли хозяев позвонят и все, в принципе, будет нормально. Мы договорились по поводу этой квартиры. То, конечно, мы уже не будем ничего дальше искать. И останемся жить здесь. И купим в ближайшее время эту квартиру. Если же что-то будет опять не так, то, конечно, будем уже думать. И, скорее всего, если все получится. Ну, короче, пока еще... Этот вариант очень хорошей квартиры, скажем так. Я сняла, Серёжа, на камеру показывала. Вероника, сядь, пожалуйста. Сядь, пожалуйста. Сядь. Сядь, все хорошо. А вы бы там? А вы бы... Дешевле, да? Нет. Она и дешевле, и лучше, честно. Нет. Ну как, кстати, лучше? А тут уже была квартира неплохая. Это хорошая квартира. Оооо, как некрасивая. Свинки. Все, ладно. Все. Не надо назначить, что свинкой, ладно. Я же свинка вообще просто. Свинки Пепе? Нет. Хорошо. Ладно, нет, нет, нет. Вот она свинка Пепе, да? Вот она. Бианка, сядь на попочку, пожалуйста. Твоя. Твоя, Пепе, твоя. Твоя. Короче, я довольна, потому что с хорошей квартиры. Вероника, выключи, пожалуйста. Садись на попочку. Вот так. Молодец. Так, ладно, давай. Теперь уже будем решать наш вопрос. О, ничего, Сланик уже молодец. Все съела почти. Сынок, сейчас рыбку подожди. Теперь будем прощаться. Сегодня очень тяжелый для нас день выдался. Морально очень тяжелый день. Завтра еще будет тяжелее. Морально очень зазваниваться. Да. А у меня легче. Насчет. Учебы. Ну, кому что, да. Три урока. А это раз смелять. Так, ладно. Далее пятница. А нам... Завтра будем елку убивать. Или завтра, или в субботу мы уберем елку. Мы, в принципе, в Хатинской, еще на сценаре. Суббота, мам. Маленькие дети летают. Суббота, мам. Да. А Владик у нас уже был где в сценаре. Ему не интересно. Владик, знаешь, что рыбку у них кушаетесь? Или потом рыбку все кушаетесь? Или потом рыбку все кушаетесь? А в Латву это будет? Нет. Всем на встрече. Всем пока. Всем пока и уничтожаем разал. Про пятницу. Двадцать первого числа. Января. Двадцать первого уже да? Двадцатого. Двадцатого. А, двадцатого. Двадцатого. Ну что, я уже пойду. Когда успела пройти двадцатого? Всем пока и пока не ночи. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем за сверби, сетка. И не уважайте. Как же говоря. А также не забывайте пять в колокс. Всем пока и надо. И лайки. Ну говори, мой заячка Говори, мой хороший Так, ну что Всем хорошего настроения Всем пока Да, всем хорошего настроения Потому что у нас оно не очень Да, всех с праздником И всех Всем пока Пока